Да сносить, скорее снести. А жильцов переселить в другое место. Таково мнение самих жителей, которые не согласны с проведением капремонта в доме. Хотя ремонт начали делать по решению суда, которого когда-то добились они сами. С решения суда прошло 6 лет. И вот в 2020 году мэрия начала капиталить дом на первой западной 47А. Теперь жильцы заказали свою экспертизу. Ее итог строения непригодна и для ремонта, и для жизни. На данный момент износ конструкции дома 79%. Жилищная инспекция приезжала, осматривая дом, дала свое заключение, что дом находится в аварийном состоянии. Но оказывается, для нашего КЖКХ этого недостаточно. Вот даже я с рабочими говорила. Вот они тут делали по электричеству все. Да даже они сказали, да легче снести. В процессе ремонта штукатурка кусками летела с потолков, говорят жители. Так в одной из квартир буквально появился прямой путь на чердак. Несмотря на все это, строители продолжают работать. В доме заменили балконы, опалубку, крышу и потолочные перекрытия. Но не везде. В четыре квартиры работников не пустили. Они сломают потолок, потому что весь строительный мусор, тот, который находится на крыше, им девать некуда. Им девать некуда, так как крыша уже закрытая. Они будут валить это все сюда. Кто будет это все дальше делать? Кто это будет этим заниматься ремонтом? Экспертиза, которую заказывал город, разрешила проводить ремонт. Поэтому препятствовать работе, как посчитали в комитете ЖКХ, незаконно. На жителей подали иск в суд. А вот общественники, которые поддерживают жителей, не видят смысла в ремонте дома. По факту перекрытие здесь менять уже бесполезно. То есть любые воздействия на перекрытие могут привести к плачевным состояниям. Когда начался ремонт этого дома, жители шесть раз вызывали МЧС. И шесть раз МЧС приезжало, но, к сожалению, никаких мер на тот момент не было принято. Свою экспертизу проводит и МЧС. А межведомственная комиссия заказала еще одну, уже вторую по счету. На все поставленные вопросы, когда эксперт ответы даст, мы это рассмотрим на заседании комиссии, члены комиссии. И будут уже путем голосования принимать решения о техническом состоянии указанного строения и дальнейшей, возможно, его судьбе. Пока, по словам чиновников, у жителей нет оснований рассчитывать на расселение. Но если по решению суда им все-таки придется остаться в этом доме, тогда у них будет еще один вопрос к качеству ремонта. Андрей Дриер, Никита Ермаков, Николай Шелко, Александр Антропов. День с толком.